Как гром среди ясного неба прозвучала статья Рязанской новой газеты, не путать с той новой газетой, которой на агент, о том, как Рязанская областная власть чуть было не выписала Рязанскому троллейбусу смертный приговор летом 2022 года. Да, вы не ослышались. Пока мы сидели и думали, как же там будет проходить транспортная реформа, почти год назад облправительство чуть было не начало закрывать рязанский троллейбус. Как сообщает Рязанская новая газета, якобы один из зампредов рязанского облправительства предложил летом 2022 года упразднить троллейбусное сообщение вовсе. По двум причинам. Во-первых, инфраструктура изношена, ее нужно обновлять, на это нужно очень много денег. И во-вторых, новый автобус стоит дешевле троллейбуса. Притом цифры, которые сообщаются в РНГ, совершенно какие-то невероятные. То есть, по их мнению, новый автобус стоит 8-9 миллионов, а новый троллейбус 27. У меня появилось предположение, откуда взялась эта сильно заниженная цифра в отношении стоимости нового автобуса. Я так осмелюсь предположить, что именно во столько обойдутся областному бюджету, те автобусы, которые в ближайшие месяцы будут поступать по нацпроекту БКД. Потому что по его условиям 40% стоимости автобусов должен оплатить областной бюджет. Правда, по последним данным, вроде бы как эту сумму изменили, теперь облбюджет платит не 40%, а 60%. Но будем считать, что летом 2022 правила были старые. Видимо, задача этого зампреда состоит в том, чтобы минимизировать затраты областного бюджета на общественный транспорт. И я представляю, какое удивление было бы для него узнать о том, что новые автобусы стоят далеко не 8 миллионов, а уже где-то в районе 20 миллионов после того, как все автобусы по нацпроекту придут и нужно будет обновлять автобусы дальше, чтобы заменять ими троллейбусы по его проекту. И скорее всего, в таком бы случае от закупок новых автобусов тоже бы отказались, в результате чего мы бы получили 47 новых автобусов и хренову гору частных пазиков. Поэтому такой вариант действительно плох. Но по данным, опять же, новой газеты, вариант закрыть троллейбус в Рязани был отвергнут областным правительством по той причине, что, мол, скажут люди. После чего этот же зампред предложил компромиссное предложение. Оставить в городе один троллейбусный маршрут с выпуском в 15-20 машин, но все они будут новыми, и это будет что-то типа как туристической достопримечательностью. Во-первых, троллейбус сам по себе экономически обоснован. Когда этих самых троллейбусов много, ездят они по популярным маршрутам. То есть сейчас у нас картина такая, что выпуск 76 машин, большая часть маршрутов действительно востребованы, поэтому троллейбус логично использовать. Но мы оставляем только один маршрут, 20 пускай даже новыми троллейбусами. Какие же убытки будет терпеть УРТ от этой музейной достопримечательности? Второй момент. А действительно ли это можно преподнести как что-то туристическое? Просто давайте посмотрим на то, как выглядит транспорт как успешное туристическое место. Начнем мы издалека, с Японии. Это страна саке, самураев, аниме, а еще и куча всяких транспортных фиговен, которые расположены буквально на всей территории страны. Вот, например, есть там одна железнодорожная линия, которая в какой-то момент стала нерентабельной, потому что Япония это вымирающая страна. И было решено вместо того, чтобы закрывать эту железнодорожную линию, пустить по ней гибрид автобуса и поезда. То есть едет эта штука по дороге обычной, как автобус, потом подъезжает к железнодорожной станции и превращается в поезд. Это привлекло большое количество туристов, ну и кроме того, этот автопоезд окружает живописные горные пейзажи. Если бы железную дорогу на Голованово удалось бы сохранить, то можно было бы сделать что-то подобное у нас. То есть, например, ехала бы какая-нибудь газелька от Рязани до Гуреева, а от Гуреева до Голованово оно бы ехало как поезд. Мне кажется, это бы тоже привлекло туристов. Но, увы, что имеем, не бережу. Идем дальше по Японии. Система Татаяма-Курабе представляет собой две сети троллейбуса и электробуса, расположенных под землей. А кроме того, их окружают живописные горные пейзажи. Далее. Трамвай в Хиросиме. Сама по себе система не особо примечательна, при этом она достаточно разветвленная. Кроме того, что на ней работают несколько вагонов, переживших атомную бомбардировку города 1945 года. И поэтому трамвай в Хиросиме также привлекает туристов и является одной из достопримечательностей города. Если вы считаете, что Япония это далеко, давайте рассмотрим подобные примеры у нас в стране. Например, трамвай в Евпатории, который представляет собой нестандартную сеть с нестандартными вагонами. И трамваи ездят по узким улочкам приморского города. Но трамвай в Евпатории проходит через весь город. Как минимум один маршрут востребован у обычных горожан. И вообще-то туристы едут в Евпаторию не сколько ради трамваев, а ради моря. То же самое можно сказать и про трамвай в Пятигорске, только море нужно заменить на горы. И, наконец, трамвай в Волчанске. Это достаточно необычная система. Это самый маленький город страны с трамваем. Сама система однопутная, на ней всего один вагон. И вагончик ездит по тайге между двумя частями города. Правда, есть тут и но. В частности, до Волчанска достаточно тяжело доехать. Да и кроме трамвая смотреть там нечего, поэтому туристов там мало. Что объединяет все приведенные мною примеры? А то, что в них транспортные сети привлекают туристов, тем, что они расположены в нестандартных локациях. А кого может удивить троллейбус в полумиллионном городе? Да никого. Я так предполагаю, что это попытка подражать Москве с ее музейным троллейбусным маршрутом. Но тогда, а какой смысл, каких туристов мы завлечем? Туристы из Москвы не поедут в Рязань из-за троллейбуса. Если они захотят посмотреть на троллейбусы, они поедут на Казанский вокзал, и там им будут троллейбусы. Если им этого мало, они сядут в метро, доедут до станции Планерная, выйдут, и там будет еще больше троллейбусов. Какой смысл им ехать 200 километров, когда на троллейбусы можно посмотреть в пределах МКАДа? Если вы хотите преподнести троллейбус как какую-то туристическую достопримечательность, стройте его в Спасклепиках. Тем более, еще сильнее можно развить туристический потенциал этого региона. Но никак не превращать Рязанский троллейбус в аттракцион, что предлагал этот самый зампред. Резюмирую. Идея абсолютно глупая. Теперь же давайте попробуем разобраться, отказались ли областные власти от этой идеи. И, к сожалению, у меня для вас неприятные новости. Я не знаю. Ну, как вам объяснить? Начнем с того, что мы не знаем, кто такой этот зампред. С лета 2022-го несколько из них сменилось, в том числе и тот, который отвечает за вопросы транспорта. Учитывая, что он был и при любимове, а и при нем не особо так-то Рязанский троллейбус развивался, а вообще-то наоборот сокращался в размерах, можно предположить, что это он, инициатор предложения сначала закрыть троллейбус, а потом превратить его в аттракцион. Но не факт. Второй момент. Областная власть с лета 2022-го года не сделала ничего, чтобы продемонстрировать, что отказались от идеи превратить троллейбус в аттракцион. Что я подразумеваю под этим? Закупка 20 новых троллейбусов нисколько не опровергает этот момент. Отказались от отказа от троллейбуса. Да, масло масляное, но все же. Но при этом эта закупка вписывается в планы превратить троллейбус в аттракцион. Ведь по заявлению новой газеты, рязанской новой газеты, на линии должно быть 15-20 исключительно новых машин. Но если же закупки новой техники продолжатся, то я уже могу предположить, что от затеи превратить троллейбус в аттракцион отказались. Однако я совсем не уверен, что в 2023 году Рязань может получить новые троллейбусы, потому что все троллейбусные заводы в России загружены заказами. Так что есть и другие дела, по которым можно понять, что область отказалась от планов превратить рязанский троллейбус в аттракцион. А именно, переделка контактной сети повсеместно и возрождение ремонтной базы УРТ. То есть, чтобы все больше и больше троллейбусов могло проходить плановый ремонт. Но ни то, ни другое прямо сейчас не выполняется. Но в самом конце этого видео я попытаюсь вас успокоить. Дело в том, что произошло с лета 2022 года кое-что, вследствие чего облправительство вполне могло отказаться от своих изначальных планов. Я говорю, конечно же, про депо Гейт. То есть, историю, когда второй троллейбусный депо предложили закрыть. Похоже, я ошибался, когда говорил о том, что предложение закрыть второе депо исходило от кого-то из УРТ. Поскольку, имея то, что написала Рязанское новое, я предполагаю, что идея закрыть второе депо исходила от облправительства. А потом, когда эту идею восприняли в штыки, губернатор сказал, какие-то там слухи по поводу второго депо ходят. Нет, вы что, мы ничего не закрывать не будем. И после этого от какой-то из идей отказались. Но не совсем понятно, от какой из. После депо Гейта отказались закрывать троллейбус вообще или отказались превращать троллейбус в аттракцион? Я думаю, что, скорее всего, второй вариант, потому что даже если от Рязанского троллейбуса останется один маршрут, то явно одно из двух депо придется закрыть. Но, повторюсь еще раз, других каких-то дел, которые свидетельствуют о том, что троллейбус не станет аттракционом, от облправительства не было. И при всем при этом не забываем, что с декабря месяца все еще не появились контракты на троллейбусные маршруты на 23-й год. И вполне возможно, что они не появились как раз из-за того, что город и область не могут договориться. А как поступать с рязанским троллейбусом? Получается достаточно неожиданная вещь. То есть город, городская власть, она за сохранение троллейбусного движения. А вот облправительства еще не определилась. Но с наибольшей вероятностью вроде как угроза миновала. Но пока что не точно.